Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, пожалуйста, какой настроен нагрузчик и какие воспоминания? С первого круга об игре с этой командой, как развивается событие? Первой игры мне не было на игре, но знаю, что игра была тяжелая И ребята там под конец матча только забиты, решающие А настрой серьезный, собрались, приехали, нормально Ну, сегодня первая игра, тяжело или нет, собирать было народ? Ну, нет, было не тяжело, но нормально Как думаешь, много тебе будет забитых голов или нет матча? Ну, надеюсь, нет Хотелось бы больше увидеть конструктива, чем бейбери Какие воспоминания о прошлом матче с Валесской? На твой взгляд, как изменился состав вашей команды? Какой настрой? Будем стараться выиграть Прошлая игра была ровная 2-2 В конце они забили один И мы пошли в атаку, они забили второй Проиграли 4-2 Будем стараться выигрывать А играли где вы тогда? Играли на добро, да Стадион старт для нас спортовый Пока что здесь только один раз ничью сыграли И три раза, по-моему, выиграли Здесь у нас хорошая игра получается Хорошее поле далеко для нас Угу 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 На пятой минуте уже забит гол С чем это связано, как думаешь? И почему не было радости у команды? Ну, во-первых, потому что сегодня многие ребята после игр Уже после первых каких-то И вы можете делать И, предоставлено 2-й, 3-й Угу 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 Так за счет что забили? Угу 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 Одна из причин. Спасибо. Половина игры, что можно сказать? 2-0 вы побеждаете. За счет чего? Отличная игра. Переигрываем соперника, мне кажется. Соперник вообще не создает никаких моментов. Но еще начало сезона, они все подготовлены. Видимо, наша команда чуть лучше подготовлена. В целом, что можешь сказать о первой половине? Интересная или неинтересная? Интересная. Половина есть голы, это как минимум уже интересно. Ну еще 60 минут, все что хочешь можешь случиться. Надо уверенно играть. Голы рабочие или случайные? Рабочие, мне кажется. Один рабочий точно, второй был более случайный. Защитник скинул назад, там никого не было, ошибся. И наш нападающий использовал момент. Можно ли выделить кого-то из игроков вашей команды соперника? Нападающих наших можно выделить. Один и второй забил, отлично подготовились. А будет ли как бы меняться тактика игры, ход игры вашей команды в перерыве или нет? Не знаю, это зависит от капитана уже, как капитана решит более. Ну вот со стороны есть мысль менять? Мне кажется нет. Оставлять все как есть, да? Да. Что происходит на поле, вот вы сейчас 2-0 побеждаете, сложно ли легко дается победа? Первая игра в сезоне все-таки тяжело, чуть-чуть форму набираемся, играемся с командой, как-то более быстрее перебиваться. Но в принципе пока что игрой довольны, чуть-чуть яжести не хватает. Так в принципе все нормально. За счет чего забили? За счет наверное чуть-чуть более собранных и внимательных. А что у соперника сильные стороны какие у него? По скорости есть, у них хорошо ребята играют, ну физически подготовлены. Будут ли забиты еще голы в этом первом тайме? В первом тайме? В первом тайме? В первом тайме я думаю закончится с таким счетом 2-0. Во втором посмотрим. Надеемся, что еще заберем. А кто вышел вместо тебя на замену? Серега. Для чего это было сделано на замену? Ну потому что себя, чуть-чуть коленок плохо, поэтому все же сезон хватает. Я думаю, надо все заменить. Замена сделать это будет хорошо. Свежий человек. А с моей стороны, с моего плана справа достаточно быстрый по защиту. Я думаю, это будет правильно. Зачем себя над собой издеваться. А что можешь сказать о первом тайме? Что получалось, что не получалось? Не получалось много чего. Соперника больше, наверное, получалось. Хороший тайм, темповая игра. Чуть-чуть защитка проблемы, а так вроде все нормально. Но шла больше у вас игра через твою правую бровку или через левую? Нет, нет. Мы как-то когда идет атака через правую, больше защиты начинаем играть. Ну сейчас поговорим, думаем поменяемся. Думаю, все получится в втором тайме. То есть первый тайм это проблема у вас защиты, да? Проблема с перестановкой защиты. Защитники не успевают, перетягивать никакого. И потому так получилось, что левый фланг у соперника очень хорошо прогрессировал. Потому что большие зазоры были, большая зона для игры. А так, ну думаю, будем хорошо во втором тайме. Сложно ли будет отыграть два гола или нет? Но если команда соберется, думаю, не сложно. Сыграем команду, это играем. Сыграем единолично, не это играем, а пропустим ничего. У соперника самые сильные стороны были какие в первом тайме? Самая защита. Хорошо очень в защите передвигается. И игроков очень хорошо держит. У нас большегабаритные парни. Тут молодые, у нас хоть жены такие атлетичные, но все равно. Можно сказать, что молодежь переиграла опытом, наверное, где-то или умом. Больших парней. Спасибо. Что можешь сказать о первом тайме? Что получается, что нет за счет чего победили? Давай я в эту сторону ставлю. Ничего, ну получается, играем много не забиваем. Вроде хотим уже на пустые отдать, но ничего не получается. Это последний пас. Не совсем. Два гола. Это были больше рабочие варианты или такие, как бы, заслуженные? Ну, первый рабочий был, а второй мы провезли просто от защитника. Скачевая. Один стоял перед воротами. Так. А какая тактика сейчас на второй тайм? То есть вы сейчас сидите, не обсуждаете ничего? Просто шутите? Нет, просто это самое будем играть, в свое удовольствие катать. А с чем связано то, что вы не обсуждаете игру? Ну, все получается. Не знаю. И еще первый гол вы забили, вы не радовались? То есть с чем это связано? То есть не было радости, не кричали ура, все не обнимались. Ну, попрессили друг друга и все. Ну, просто так это вышло. А были ожидания, что вот так с грузчиком после первого тайма будет 2-0? Ну, были ожидания, ехали на победу, то есть даже знали, наверное, что выиграем. Сенсация никакой. Поэтому, кому можно отметить команды соперника, ну и ихнюю линию самая сильная какая у них? Ну, наверное, центр и фланги. А игрок есть? Какого такого бы слова отметить? Левый полузащитник хороший. Спасибо. Надо отметить игру вот соперника, вратаря, коллеги. Два гола он пропустил. С чем связано? Ну, связано с тем, что мы хорошо сыграли. Но там вратаря особо ни при чем. У кого было больше работы? У тебя или вот у коллеги? Не было больше работы. У нас у меня особо не было. То есть не было опасных моментов? То есть не было таких, чтобы опасных моментов. То, что было, то мы сами привезли. Со стороны видно все поле. Вот интересная игра или нет? И через какой фланг больше идет проходит матч? Через какой фланг больше стоит особо не могу. Как-то так. Эгра была равна. Особо этого ничего и не было. Спасибо. Счет 3-3. Доволен ты или нет результатом? Как удалось после первого тайма, когда проигрывали 2-0? Вот так резко. Первая игра сложная. Надеюсь, дальше будет лучше получаться. Хорошо отыграли, хорошо, что отыгрались. Хорошо, что до конца играли. Хороший соперник. Понравился? Нормальный. Так все-таки за счет чего второй тайм смогли вы переиграть? За счет желания. За счет желания и командный дух как бы появился какой-то. Скажи, пожалуйста, после 3-3 кто был ближе к победе? Не могу сказать. Довольно ровная игра была. Пропущили какие-то голы, вот, несуждательные какие-то наши. Что мы забивали, что они забивали вот из-за ошибок, а не из-за создания. Понял. Вы победили во втором тайме, да, то есть и в итоге 3-3. С чем связано? Почему такой резкий успех именно во второй половине? Мы собрались, команда переговорила, нашла, ну, по поводу первого тайма свои слабые стороны. Это все переговорили между собой. Поняли, что лучше мяч держать внизу, чем не играть вверху между Бразилией все-таки. И получилась такая игра, честно сказать, динамичнее, наверное, в раза 3-4, чем в первом тайме. Играли два фланга очень хорошо, потому что в первом тайме правый фланг где-то застоялся в начале. Потом в конце вообще его видно не было. Игра очень, ну, поменялась из-за того, что мы волей собрались как команда. Не играли единолично, все было отлично. Пришлите 3-3, кто был ближе к победе или игра была равная? Я считаю, что где-то минут 30 второго тайма игра была равная. Были атаки в нашу сторону, в другую, мы атаковали. Но могу с уверенностью сказать, что мы в конце их переселили. Они мне показали такую футбольную характеристику, они начали нервничать, непонятный штрафной, с которого мы забили маты на судью. Ну, где-то сильнее были в душе, хотели больше выиграть, чем та команда. Угу.